Здравствуйте! Вы смотрите программу «События». В студии Михаил Ермоленко и Светлана Кудрявцева. В Новый год принято загадывать желания и подводить итоги. В этом году мы строили, создавали амбициозные планы и цели. Давайте вместе вспомним, каким был уходящий 2021 год и узнаем, что пророчат нам звезды на 2022. В 2021 году произошли значительные изменения в сфере дорожного строительства. В первую очередь их почувствовали водители. План по ремонту и обновлению магистралей перевыполнили почти на треть. В Самаре обновили 66 километров дорог. Улицы приводили в порядок и методом больших карт, и комплексно. Ремонтировали не только дорожное полотно, но и тротуары, бордюры, придорожные плиты. Благоустраивали газоны, наносили разметку. В этом году в Самаре провели первый этап комплексного ремонта проспекта Кирова, одной из основных магистралей, соединяющих заводское шоссе, новосадовую и московское шоссе. Обновили 64 участка автомобильных дорог, в том числе улицы Вольскую и Егорово, Ленинскую и Арцебушевскую, проспект Масленниково и улицу Луначарского, Пятую просеку и Ракитовское шоссе. В 2021 году в Самаре полностью заменили троллейбусы на одном из самых популярных и востребованных маршрутов, которые курсируют от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Сейчас на линии работают 22 современных троллейбуса «Адмирал», адаптированных для маломобильных групп населения. Это первый в городе общественный транспорт с системой кондиционирования воздуха. Около половины вагонов городского метрополитена капитально отремонтировали, закупили новый подвижной состав. В Самаре обновили и автобусный парк. Сейчас на муниципальных маршрутах работают 10 мазов большой вместимости. В Самаре увеличили объем инвестирования в сферу переоборудования и ремонта теплотрасс. Это стало возможно благодаря переходу на досрочный предельный уровень тарифа по теплу на метод альтернативной котельной. Самара – один из первых городов-миллионников в стране, который взял эту модель тарифообразования в работу и начал активно ее использовать. В текущем году протяженность обновленных теплотрасс составила около 40 километров. В этом году работы по перекладке теплосетей шли на улицах Авроры и Печорской, Полевой и Молодогвардейской, Некрасовской и Садовой, Ленинской, Надачной, Пензенской, Калинина, Красных Коммунаров, Нововокзальной, Магистральной, Бобруйской, Береговой, на проспекте Кирова и Можайском переулке. В 2021 году в городе боролись за сохранение наших природных богатств. Администрация Самары продолжает заниматься реализацией важнейшего экологического проекта. В Самаре проводят реконструкцию сооружений очистки сточных вод, сооружений биологической очистки и сооружений доочистки. После завершения модернизации системы Волгу будет защищать самый современный комплекс оборудования. Благодаря нацпроекту «Экология» в нашем городе оборудовали ультрафиолетовую станцию обеззараживания. Уже в ближайшее время это позволит нам отказаться от хлорирования воды и от сброса хлоросодержащих стоков в Волгу. В 2021 году в Самаре заботились о будущем подрастающего поколения. Особое внимание уделяли ремонту и строительству школ и детских садов. Сейчас в городе продолжают возводить второй корпус школы и детский сад на пятой просеке – детские сады на Подшипниковой и Ташкентской. В 19 образовательных учреждениях провели ремонт пищеблоков. Еще в пяти капитально отремонтировали крыши. В 2021 году в городе с особым трепетом заботились о сохранении объектов культуры. В Самаре модернизировали детскую библиотеку на Ленинградской. Полным ходом идет обновление библиотеки имени Крупской на улице Маяковского. В модельных библиотеках нового поколения уже появилось современное оборудование – электронные книги, компьютеры, а также мягкие зоны для чтения. В Самаре проводят ремонтно-реставрационные работы здания Дворца культуры на площади имени Кирова. Специалисты создают проекты по реконструкции бывшего кинотеатра «Юность» и ДК «Искра». В 2021 году Самара еще больше раскрыла свой туристический потенциал. Город достиг значительных успехов в сфере благоустройства общественных пространств. В этом есть большая заслуга жителей города, ведь именно они активно участвуют во всех процессах обновления бульваров, скверов и парков. Решение принимают вместе с самарцами. В этом году в городе благоустроили вертолетную площадку, которая заняла первое место в четырех номинациях на федеральном конкурсе по ландшафтной архитектуре. Рядом с фабрикой кухни, в которой создают филиал Третьяковской галереи, преобразили сквер памяти борцам революции. Рядом с ним появился сад «Баланса». Его наполнили самарскими смыслами. В 2021 году в Самаре прошли красочные и крупномасштабные фестивали. Ночь музеев, Волга-фест, Волга-театральная, Самара-граунд, фестиваль на сопках Маньчжурии. Эти культурные события уже давно полюбились жителям мегаполиса и стали визитной карточкой одного из самых красивых городов на Волге. В декабре 2021 года на Аллее трудовой славы открыли стелу трудовой доблести. Мемориал стал олицетворением великого подвига жителей Толового Куйбышева, неразрывно связав историю города с его настоящим. Идея празднования Нового года в России принадлежит Петру Первому. Народные гуляния тогда длились семь дней. Каждый вечер возле Кремля гремели пушки, а в частных дворах пускали залпы из орудий. Ворота домов украшали еловые и можжевеловые ветви, а на столбах висели смоляные бочки, которые поджигались, что придавало празднику торжественности. Уже в те времена еле было принято украшать деревянными игрушками, орехами и всевозможными сладостями. Подобным образом Новый год праздновали несколько столетий, вплоть до революции 1917 года, когда новогодние гуляния запретили. Лишь в 1937 году традиция возродилась, а в 1947 году 1 января объявили выходным днем. С тех пор новогодние выходные переросли в настоящие каникулы, которые сегодня длятся до 10 дней. Украшают не только дома, но и улицы. На площадях городов ставят елки, ледяные и светодиодные скульптуры. Символом праздника стал Дед Мороз. У Деда Мороза есть помощница Снегурочка. С 1998 года российский Дед Мороз поселился в Великом Устюге. Там находится его резиденция, сувенирная лавка и почта. Со всей страны в Великий Устюг приходит большое количество писем от российских детей. При этом ни одно письмо не остается без ответа. Накануне Нового года он отправляется в поездку по российским городам и поздравляет детей. Дорогие мои друзья, жители всей Самары, от Мала и Велика, всех поздравляю с Новым годом, желай добра, здоровья, благополучия и удачи. И пусть под бой куранта все ваши желания и мечты обязательно исполнятся. С Новым годом! С новым счастьем! Максим, а знаешь ли ты, как называют татарского Деда Мороза? Конечно, это Кышбабай. Правильно. А еще у него есть внучка Каркоза. Новый год это семейный праздник, и поэтому татары стараются непременно выделить хотя бы один день, чтобы собраться со всеми родственниками у старейшин семьи. Чтобы поздравить друг друга и отведать главное блюдо национальной татарской кухни, Беллэш, в исполнении самой старшей бабушки. А я знаю, что польским детям подарки в Новый год приносит Святой Николай. Он проникает в дом через окно и раскладывает сладости. Семья Ерофеевых чтит польские традиции, хотя все члены семьи родились и выросли в Самаре. По Польше только путешествовали. Однако рассказывают, что там их корни. Андрей и Марина счастливы в браке уже 11 лет. За это время семья стала больше, на свет появились тройняшки. Но это по-польски. Здесь же дома это просто маленькие Даша, Матвей и Марк. Зимних праздников в этом доме все ждут с особым трепетом. Можно приготовить такие традиционные вещи, как пироги с разными начинками. То есть, ну, по-русски вареники, голомбки, голубцы из капусты с постной начинкой, опять же. Обязательно выпечка будет какая-нибудь, маковец, например, с маковой начинкой. Так звучит поздравление с Новым Годом на армянском языке. А тот, кто обычно дарит подарки Дед Мороз, называется Дземер Папи. Обычно праздничный вечер в Армении встречают в семейном кругу за столом, полным еды. Еще одна обязательная традиция – ходить в гости к соседям и родственникам. Знают толк в радушном застолье и зажигательных танцах представители армянского народа. За праздничным столом, рассказывает Диана Агабабяна, обычно собирается не меньше 30 человек. И это самые близкие родственники. Каждая хозяйка старается, чтобы ее стол был самым лучшим. Почему? Потому что можно сказать, что стол армянской женщины является показателем ее лица. Среди обязательных блюд на столе должны присутствовать национальная кюфта. Из говядины, ну там просто мясо, с плендером делаем, хорошо отбыть надо. И это водичка, и прямо с маслом кушаем. Это делали наши бабушки. И очень много сладостей и фруктов. Грецкие орехи нанизываются на нитку. Потом эти грецкие орехи окунают в специально приготовленный сироп, вешают куда-либо, чтобы все высохло. У меня есть мелкие братья. Они половину съедают, как только приготовилось. Поэтому нужно учти это и приготовить в два раза больше. Приготовьтесь записывать рецепт самого сладкого традиционного блюда. Пахлавы, конечно же. Очищается грецкий орех от кожуры. И вот слоями, вот столько слоев топленое масло. И вот в конце тоже мед добавляется. А на сколько в духовку? Ну, на полчаса. Особое значение есть и у некоторых елочных игрушек. Это одна из наших самых старинных игрушек. Выполнена она из глины. И раньше, перед тем, как повесить, в них звонили, чтобы привлечь счастье в дом. На свете так бывает, что только раз в году на елке зажигают прекрасную звезду. Звезда горит, не тает, блестит прекрасный лед. И сразу наступает счастливый Новый год. Историки до сих пор спорят о том, где зародился обычай наряжать елку. По одной из версий этой традиции мир обязан Германии. Один из главных обычаев на Новый год – избавляться от старых вещей. Считается, что так освобождается место для всего хорошего, что придет в наступающем году. Зимние праздники у немцев проходят гораздо спокойнее, чем у других народов, рассказывает Александр Шмидт, который вырос в Германии. В Самару он переехал лишь три года назад по работе. Это иштель, инах. Штель – это тихо. Празднуется с семьей, с семьей, дома. Немцы более спокойно празднуют. Раньше вот этот Новый год и Священная ночь – это был 21 декабря, 22, там, где самая длинная ночь. Ворота к другим мирам, они ближе. Человек может лучше получить визионы или какие-то особенные сни. По домам ходил Святой Петр и Кришткинтель – Дитя Христос. Это, как правило, Дитя Христос изображал молодая незамужняя девушка в белом платье с закрытым фатой лицом. А Святого Петра – мужчина в полушубке, вывернутом наизнанку, и он держал в руках цепь железную с мороза. И там нужно было петь песенки им. И хорошим детям они дарили подарки, а плохие дети кусали цепь с мороза. Праздничным угощениям тоже во все времена уделяли особое внимание. Съедобными игрушками даже украшали елку. А на столе обязательно должен быть фаршированный густь и немецкий штолен. Записывайте рецепт. Традиционный штолен, родиной которого считается Саксония, принято делать с цукатами и орехами, заранее замоченными в роме. Начинку добавляют в дрожжевое тесто и отправляют в духовку. И вуаля, а точнее, боят. Сегодня мы в гостях у одного из самых творческих народов, у евреев. И моя собеседница это Юлия Когун. Уже 30 лет она занимается тем, что преображает женщины. И заходя в ее студию, невольно видишь себя в новом амплуа. Здравствуйте, Юлия. Мы сегодня все в костюмах. Насколько важно вообще у еврейских женщин подавать себя вот именно так, ярко, стильно. И особенно я знаю, что большое значение придается головным убором. Головной убор, он придает женщине и скромность, и красоту, и какую-то вот изюминку такую. Женщина убрала свои волосы и показала, что она замужняя. Это такой как бы знак противоположному полу. Цвет может быть различным. Вот мы сегодня пришли в красном цвете, Лена у нас как будто красный новогодний фонарик, а я пришла сегодня в зеленом, как елка. Специально выбрала зеленый цвет, хотя еврейский цвет, это скорее всего голубой. Мода меняется, мы меняемся, и мы хотим идти в ногу с модой. Но соблюдать какие-то каноны в нашей национальности, мы определенным образом их соблюдаем. Мы любим как-то красиво одеться, красиво преподать себя. И не важно, что это, или показательный костюм, но всегда одежда должна подойти к тому месту, куда мы идем. Мы наряжаемся к праздникам, как уже было отмечено, да? А что еще мы делаем к праздникам, если говорить про традиции? Евреи – это те люди, у которых кухня, даже, скажем, на первом месте, они любят покушать. Слово «покушать» – это, скорее всего, такое еврейское слово, потому что его, в принципе, в литературе нет. Есть слово «поесть», а у нас «покушать». Ну и действительно должно быть вкусно. Ты должен понимать, что люди придут, да, общаться, расслабиться. Но обязательно, обязательно надо, чтобы было вкусно покушать. Моя мама, моя мама, она вообще считает, что застолье тогда случилось, когда, естественно, все покушали так, что уже тяжело встать, потом, когда все расходятся домой, всем надо с собой дать, чтобы на следующий день было, что людям покушать, они же будут голодные. И еще, чтобы после того, как вот это вот все свершилось, еще дома оставалось столько, чтобы еще два дня кушать. Вот тогда вот праздник удался. Но теперь точно к праздникам готовы. Мазл-топ! Здравствуйте. Пошки, Мис. Проходите. Проходите. Российские традиции празднования Нового года казахам не чужды. Тэн-деде, тэн-деде, сен-эс-деде. Это песня о мечте, любви и неосекаемой вере в настоящее новогоднее чудо. Семья поет ее, сидя на праздничной курпи за Дарстарханом. Дарстархан – это наш стол, за которым мы всегда все собирались. Собиралась семья, собирались родственники, собирались родные, близкие. Новый год вообще семейный праздник, поэтому Новый год мы собираемся всей семьей. Когда казахи приходят к казахам в гости, обычно это очень много народу. И опять-таки, почему мы еще стелим Дарстархан, и нет таких больших столов еще, чтобы уместить всех гостей. По старшинству сажают обычно и уважаемые гости, их сажают в центр. И идет рассадка, идет у нас мужчины в одну сторону, женщины в другую сторону садятся. Мясные блюда готовят обязательно с косточкой, и каждому гостю достается кость с мясом в зависимости от возраста, пола и социального положения. Обязательно на Дарстархане должен быть бешбармак, что в переводе на русский означает «пять пальцев», потому что едят его руками. Обязательное наше блюдо – это бешбармак, то есть это национальное, традиционное блюдо. Оно готовится всегда на все праздники, на все мероприятия. Это приготовится мясо, готовится лапша, картошечка, на бульоне разводится лук, туда кладутся специи, ну и раскладывается слоями. Вот такая вот коза, это колбаса, коза, то есть по-русски это колбаса. Начиняется кишка, натуральная кишка, начиняется мясом со всеми специями, и потом вот варится, остужается и режется, вот получается вот такая вот нарезка. Новый год для казахов – это повод вновь собраться за большим столом с родными и близкими и провести время вместе. А по китайскому календарю на смену году белого металлического быка идет год черного водяного тигра. Давайте узнаем, каким окажется для всех нас 2022 год и какие ключевые события ждут представители каждого знака зодиака. В некий культ возведут медицину примерно к лету, то есть она будет приравниваться к какой-то некой святости. В этом году у нас такие качели, то есть мы как бы все качаемся, весь социум качается на этих качелях, но, к сожалению, мы пока слезть с них не можем. То есть мы все находимся в достаточно длительной фазе адаптации. Тренды шаткие и валкие. Вот честно, когда смотрела анализ предстоящего года, кроме как поживем-увидим, больше фразы у меня никакой не возникло. В 2022 году все внимание на финансы. Денежная реформа, начало цифровой эволюции, криптовалюты, биржи, акции, финансовая грамотность и новые возможности. Многие пересмотрят отношения к своим средствам и ценности труда. В следующий год люди больше будут ориентированы на материальное. Как добыть деньги, где добыть средства, как жить. Опор будет на этом все-таки. И есть хорошие моменты, связанные с весной. Кому нужно организовать бизнес, устроиться на работу, лучше это все-таки начинать делать со второй половины февраля. Интернет-деятельность увидит полный рассвет, а вместе с тем популярны будут психологи и эзотерики. Юпитер, планета возможностей, удачи и духовного роста пройдет по знаку рыб. Значит, что год будет легче, что будет больше возможностей, что наконец-то будет больше путешествий, что наконец-то мы сможем какие-то вещи осознать, понять, принять. И это меняет наше мировоззрение и наш духовный рост однозначно. Особенно, особенно для знака рыб. Это год очень важный, уникальный, и этим нужно обязательно пользоваться. Именно рыб астрологи называют главными счастливчиками 2022 года. А теперь расскажем для каждого знака отдельно. Овны. Для вас судьба предоставит уникальные возможности в карьере и образовании, особенно в конце весны. Только не сидите без дела и намечайте планы заранее. Тельцы. Еще один знак, кому в 2022-м астрологи прогнозируют успех. Смело увеличивайте прайс на свои услуги, рост доходов и повышение качества жизни. Вот что будет главным для вас. Кстати, ждите перемен. Главное не упрямиться и поработать над самооценкой. Близнецы. Настало время собирать урожай. В 2022-м вам предоставится шанс применить свои новые компетенции в деле. А еще многие близнецы обзаведутся семьями. Покупайте кольца. Раков ждет год полный интересных и ярких событий. Они смогут совмещать духовное развитие с материальным. Многих ждут путешествия со смыслом. Можно смело брать несколько дел сразу. Вдохновения и энергии хватит на все. У Львов в предстоящем году фокус будет на карьере, самореализации и достижениях. Кто-то займется сменой статуса, как профессионального, так и житейского. От получения новой должности до замужества или рождения ребенка. Многие девы тоже займутся устройством личной жизни. Юпитер поможет гармонизации уже имеющихся отношений. Ну а холостым в обретении второй половины. А пока ждете, займитесь ко своим здоровьем и качеством питания. Весы будут нацелены на преумножение капитала. Кто-то заинтересуется новым видом деятельности и даже сменой карьеры. Бояться перемен не стоит, сообщают звезды, так как любые поиски нового чреваты утолщением кошелька. Скорпионам астрологи советуют ни в коем случае не закрываться от самопрезентации. Не стесняйтесь заявлять о себе и своих талантах. И тогда есть все шансы найти дело по душе и узнать, что такое успех в карьере. Стрельцам в новом году придется заняться своим развитием, в том числе духовным. Нельзя сидеть на берегу и ждать у моря погоды. Изучайте новое, пробуйте себя, ищите возможности, и тогда вы найдете то, о чем даже и не могли мечтать. К озерогам звезды пророчат больше общения и много новых полезных знакомств. Главное – не замыкаться. Последуйте этому совету, ждите интересных предложений по работе. Кто-то получит долгожданное повышение по службе. Водолеям придется отказаться от старых догм и начинать идти в ногу со временем. Многие ворвутся в интернет-пространство и начнут серьезно зарабатывать. Совет – не распыляйтесь, найдите приоритетную для себя задачу и все ресурсы направляйте только на ее достижения. Дорогие телезрители, в эти праздничные дни мы желаем вам бодрости, оптимизма, только положительных эмоций. Пусть ваш личный год тигра станет добрым, заботливым и уютным. Самых перспективных проектов, самой головокружительной любви, семейного тепла, уюта, исполнения самых смелых желаний. С Новым годом, с новым счастьем! Будьте здоровы! Будьте добрее сегодня и каждый день в наступающем году. Помогайте близким, живите в гармонии и понимании. Пусть бесстрашный важный тигр ведет вас в год увлечений, успехов, путешествий, амбиций, помогает добиваться самых больших побед и достойных наград. А 2022 станет увлекательным полосатым рейсом в океане удачи. Слушайте себя, верьте в собственные силы и достигайте поставленных задач. Пусть грядущий год станет для вас началом новых открытий. Счастья вам! С наступающим Новым годом! Желаю вам тигриной смелости в поступках, острой хватки в делах и огромной нежности по отношению к близким. С наступающим! Новый год дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Пусть наступающий 2022-й укрепит вашу веру в будущее. Пусть каждый день Нового года будет наполнен яркими, сочными красками. Самые заветные мечты сбываются. С наступающим, дорогие телезрители! Будьте счастливы, здоровы и любимы! Впереди нас ждут 365 дней новых впечатлений и новых событий. Пусть для каждого они будут приятными. Прощай, старое! Поехали! С Новым годом!